всем привет меня зовут кристина и добро пожаловать на мой канал в этом видео у меня коррекция моей работы будем донаращивать несколько ногтей но пока посмотрим предыдущую работу эту работу выполняла я ногтям примерно три с половиной недели есть у нас кол на большом пальчике клиентка чем-то зацепилась и в общем-то уголок мы решили донарастить потому что форму мы менять в этом видео не будем также оставим форму квадрат снимаю старое покрытие кстати ссылочку на него я оставлю в описании под видео потому что выполняла его вместе с вами на своем канале дезинфекцию ручек клиента я уже провела и теперь снимаю старое покрытие керамической фрезой кукурузы с синей насечкой которую заказывала на сайте алиэкспресс и на данной клиентке я работаю немного на пониженных оборотах потому что ручки здесь чувствительные примерно ставлю 20-25 тысяч оборотов и снимаю старое покрытие когда снимаю покрытие на форме квадрат и собираюсь дальнейшем делать квадрат то нужно особое внимание уделять именно снятию материала если оставить много материала на боковых параллелях у боковых валиков то в будущем получится ногти плюшки и форма уже будет не смотреться так красиво как могут смотреться квадрат ну а вообще мне очень интересно почитать в комментариях какая ваша любимая форма какую носите вы и какие предпочитают формы ваши клиенты пишите в комментариях будем собирать статистику и будем смотреть какую форму лучше всего делать на ногтях клиента и какая больше всем нравится опил выполняю по форме квадрат и в конце немного наши уголочки подровняю для того чтобы они не сильно кололись но я не могу сказать что я их сильно закругляю прямо как на мягкий квадрат поэтому стараюсь пилить форму четкий квадрат а затем уже буду немного скруглять наши уголочки делайте просто так чтобы они у нас никаким образом не мешали клиентке в быту сейчас я использую тоненькую пилочку на деревянной основе но вот опил поверхности сверху я люблю выполнять именно пилочками на вспененной основе и также подравнивать те самые углы о которых я уже говорила многие пользуются тонкими пилочками для опила ногтевой поверхности сверху но мне совершенно так не удобно работать следующий этап моей работы это при поднятии кутикулы использую я апельсиновую палочку и теперь распаковываю новую фрезу для маникюра я уже вам говорила что буду тестировать все фрезы из распаковки из магазина crystal nails можете посмотреть распаковку данных фрез на моем канале в плейлисте распаковки и тестирования но сегодня мы с вами будем тестировать фрезу пламя с красной насечкой у нее очень остренький носик которым очень удобно работать я люблю работать именно такими фрезами у которых не очень тупой кончик потому что мне кажется что так моя работа выглядит гораздо чище но и в целом выполняю ее гораздо быстрее как я вам уже говорила ручки здесь достаточно чувствительные совсем недавно мы делали только классический маникюр клиентка боялась аппарата но мы наконец-таки стали выполнять комби но здесь я ставлю пониженные обороты также как и при снятии работу здесь я примерно на 10 тысячах хотя на других клиентках обычно выполняю маникюр где-то на 12-15 тысячах оборотов срезки выполняю с помощью кусачек они у меня silver star с рабочей поверхностью в 4 миллиметра мои кусачки снова нужно нести на заточку я уже это почувствовала раньше думала что мои кусачки всегда в идеальном состоянии но сейчас мне уже немного не хватает их скажем так тонких кончиков конечно же когда я здесь еще работала на клиентке они меня устраивали но это видео я снимала примерно два месяца назад и сегодня я уже приняла решение что кусачки нужно заточить если вам интересна данная тема то ставьте какой-нибудь смайлик либо плюсик в комментариях я буду знать что вам нужно показать процесс до затачивания моих кусачек и после конце обязательно полирую срез использую экстра мягкий полировщик с алиэкспресс он желтого цвета и выполняю я здесь шлифовку по сухому своей работе мне сегодня понадобится большое количество материалов и начнем мы с обезжиривателя от артекс и кислотного праймера от рунейл далее раббер база это без липкого слоя от тнл следующее это полигель от гелту гел у меня прозрачный два геля от силкар каверлайт и эклер это обычный прозрачный герлак вог ferrari это очень красивый красный цвет с добавлением оранжевого смотрится невероятно ярко и красиво следующий обычный белый герлак от million nail под названием альпийский снег герлак кстати хорошей консистенции и в качестве белого как какой-нибудь дизайн либо как самостоятельное покрытие подходит очень хорошо еще мне понадобится финиш от вог и комфорт база от тнл вот такая пластина бьюти big bang xl 092 лак для стемпинга от born pretty черный штамм born pretty конечно же поталь у меня набор а также набор различных кистей пинцет вот такой скрапер и силиконовый коврик сначала и как всегда люблю завершить все пыльные работы поэтому подготавливаю к донаращиванию наш большой ноготок наношу обезжириватель праймер тонко базу и теперь с помощью полигеля вот такого маленького шарика буду наращивать наш левый уголок левый я имею ввиду как сейчас он смотрится на видео люблю я использовать для этого апельсиновую палочку мне кажется что это очень быстро и удобно апельсиновая палочка прекрасно справляется с этой задачей когда я раньше пробовала делать это с помощью кисточки то меня всегда не устраивал результат и я думала что я делаю что-то не так на самом деле все дело у меня было в самом материале которым я работаю просушила я в лампе в течение минуты и теперь выполняю опил здесь я решила на этом подробно не останавливаться но если вам интересна данная тема то дайте знать в комментариях аналогичным способом я подготовила к покрытию все остальные ногти и теперь тонко также наношу базу и буду выполнять укрепление гелем но геля у меня будет два потому что один из них я буду использовать в качестве подложки под наш дизайн а на тех ногтях где у меня будет обычное одно тонное покрытие я использую гель силкар прозрачный клир у меня баночка 15 грамм заказывала в инстаграме и ссылочку на магазин я также оставлю для вас в описании под видео до того как я заказала себе эти гели я совершенно не работала в гелевой системе у меня были только боттл гели но я думала что у меня совершенно не получится работать гелями которые в баночке и нужно использовать отдельную кисть но мне очень понравились данные гели я это говорю сейчас практически во всех своих видео потому что стала часто укреплять ногти своим клиентам именно геля здесь например ногти у клиентки квадратные форма квадрат от это требует большого укрепления потому что ногти могут сломаться углы отслоиться и когда мы перешли на выполнение покрытия с кислотным праймером а также укреплением геля то у нас проблемы с таким отслаиванием глобальным уже ушли здесь я уже покрыла ноготок одним слоем нашего цветного гирлака и выполнила выравнивание с помощью топа как уже говорила под ногти где у меня будет дизайн я буду наносить другой гель это у меня цвет cover light очень хороший цвет подходит к этой клиентке в качестве подложки под дизайн и могу сказать что этот цвет именно сам пигмент очень похож на камуфляж от the nail номер 14 мы это заметили с клиенткой он также подходит идеально когда нужно сделать какие-то неброски ногти либо камуфляж ну и теперь я сразу предлагаю приступить дизайн для начала мне понадобится серебристо золотистая поталь я ее складываю таким большим достаточно кусочком на липкий слой геля и силиконовым пушером ее разравниваю она мне немного рвется нам и нужен был такой эффект чтобы сусальное золото либо поталь у нас немного как бы потрескалась и появился эффект каркелюра после этого для своей же подстраховки я перекрываю тонко ногти комфорт база от тнл для чего я это делаю далее мы будем еще выполнять дизайн сейчас вы можете наблюдать его на видео и я думала что если что-то у меня вдруг не получится дрогнет рука либо что-то нам придется с клиенткой поменять то слой потали у меня уже будет хорошо зафиксирован и мне не придется его переделывать ну а так представьте если мне нужно будет что-то стереть ноготок базы у меня не будет перекрыт поталь сотрется нужно будет снова делать липкость для того чтобы поталь прилепить а так я уже перестраховалась и работа идет гораздо быстрее но обычно когда я так перестраховываю что я потом ничего уже и не перерисовываю все устраивает клиента с первого раза но могу сказать что вот такие какие-то незамысловатые дизайн на первый взгляд мне даются не так просто потому что мне трудно рисовать какие-то мазки которые не имеют никакой формы и которые нужно выполнять дрожащей рукой мне проще нарисовать какую-нибудь строгую геометрию которую я отчетливо представляю своей голове как необходимо ее нарисовать дополнили наш дизайн стемпингом и я кстати оставлю для вас промокод на скидку в 10 процентов на официальном сайте beauty big bang после просушки нашего стемпинга я перекрываю ноготочки топом делаю небольшое выравнивание переворачиваю ручку клиента проверяю блики и сушу в лампе почти каждую свою работу особенно на форме квадрат я заканчиваю опилом ногтей таким образом я проверяю нет ли не у меня никаких наплывов но и в целом работа смотрится гораздо аккуратнее ну а пока хочу вас пригласить свой инстаграм в stories которого вы можете следить за всеми распаковками тех товаров которые мне приходят также я буду отвечать на ваши вопросы ну а в ленте вы можете участвовать в лайк таймах чатах в активности для нейл мастеров смотреть фото моих работ и простые дизайны ну а также напоминаю что у меня есть свой тикток канал в котором я готовлю блюда и самых простых продуктов на которые не нужно затрачивать большое количество времени чтобы вкусно покушать ссылочки на свои соцсети оставлю в описании под видео ну а теперь предлагаю полюбоваться нашими красивыми и ухоженными ручками если вам было полезно и интересно это видео ставьте лайк нажимайте на колокольчик подписывайтесь на мой канал обязательно подписывайтесь на мои другие соцсети до новых видео пока пока